Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале Айтон ТВ, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман. 1 января в Киеве прошло ежегодное факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Его организовали украинские националисты. Посольство Израиля осудило этот нацистский шабаш, сопровождавшийся как антисемитскими, так и русофобскими заявлениями его участников. За день до этого, 31 декабря, президент Зеленский 21 минуту поздравлял граждан Украины с Новым Годом, а буквально несколько часов назад, поздно вечером 2 января, он беседовал по телефону с президентом США Джо Байденом. Скорее наоборот, Джо Байден беседовал с ним. А с нами на связи известный украинский политолог Сергей Годный. Сергей, рад вас приветствовать, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Сергей, ну все-таки, я думаю, мы начнем с разговора Байдена и Зеленского, потому что это всех волнует. Информации не так много, информация очень скудная. Я лишь напомню, что Байден в разговоре с Путиным в недавнем разговоре перед Новым Годом заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Подтвердил ли он это во время разговора с президентом Зеленским сейчас? И вообще, чем он порадовал или, может быть, огорчил президента? Александр, ну, во-первых, знаете, мне кажется, что сам звонок и сам разговор – это уже большая радость для Офиса президента. И по этому поводу господин Ермак, глава Офиса президента, уже разразился аналитикой, сказал, что количество контактов Владимира Александровича с наивысшим руководством Соединенных Штатов свидетельствует о поддержке режима Владимира Александровича Соединенными Штатами. Ну, вот такая логика у господина Ермака, но так как он главный пиар-технолог нашего Владимира Александровича, давайте оставим это за кавычками. Теперь по поводу самого общения. Ну, знаете, его, наверное, ждали здесь в Украине только представители Офиса президента. Логично, что вот вы упомянули разговор президента Путина с президентом Байденом, который тоже был в преддверии. Я именно так скажу, разговор Путина с Байденом, потому что Путин, это была его инициатива поговорить с президентом Байденом. Ну, а здесь вы видите, как говорится, инициатива совсем другая. Владимир Александрович, наверное, сидел и ждал этого телефонного разговора. О чем они говорили? Ну, знаете, действительно будут очень скупые, скупая аналитика, но мы с вами прекрасно понимаем. Даже самые отпетые фанаты вступления Украины в НАТО тихонько уже молчат в Украине и прекрасно понимают, что перспективы не то, что нулевые, а, наверное, минусовые уже в этом случае. Потому что если смотреть на те требования, которые выдвигает Российская Федерация к своим переговорным партнерам Соединенным Штатам в части нереширения НАТО, так они намного дальше заходят, нежели не вступления Украины в НАТО. Насколько нам известно здесь в Украине, требования уже касаются неразмещения на территории Польши, Прибалтики и соседней Румынии вооружения НАТО, а именно вооружения Соединенных Штатов, которые имеют возможность снести ядерные боеголовки. То есть вот такие требования стоят. Поэтому надо быть, наверное, полностью невменяемым натофилом для того, чтобы надеяться на то, что у нас есть хоть какая-то перспектива заполучить летальное оружие на территорию Украины. Хотя, как показывает практика, есть такие натофилы. И это непосредственно госпожа Маркарова, которая является послом Украины в Соединенных Штатах, которая вот в недавнем заявлении своем сказала, что несмотря на то, что мы понимаем отсутствие перспектив размещения войск НАТО на территории Украины, но мы все-таки будем стремиться заполучить кое-что, о чем нельзя говорить вслух. Эксперты уже в один голос говорят, что это, скорее всего, то летальное оружие, о котором они как бы пытаются еще договориться с Соединенными Штатами. Ну, знаете, люди, которые являются экспертами в военной теме, в теме вооружения, прекрасно понимают, что баланс сил при переговорах нового раунда переговоров Соединенных Штатов с Российской Федерацией, не совсем в пользу Соединенных Штатов. И здесь я хотел бы упомянуть о так называемом гиперзвуковом вооружении, о возможном и невозможном запланированном перевооружении войск Российской Федерации, там, на полгода, кажется, в 2022 году, они запланированы в течение полугода перевооружить все свои стратические вооружения, это имеется в виду и подводные лобки, ну и так далее. Поэтому мы здесь понимаем, в Украине Путин и говорит о полугодичном термине для того, чтобы договориться с Соединенными Штатами или не договориться с Соединенными Штатами. То есть вот такая ситуация. Мы здесь очень трезво оцениваем перспективы этих переговоров и четко понимаем, что то, что в январе запланировано, вот сейчас буквально там 10-12, скорее всего завершится ничем, но это не будет плюс для мирового баланса. Украина сейчас в очень сложной ситуации и наша власть, знаете, скорее всего президент 21 минуту будет рассказывать и снимать новую серию сватов, извините меня, под видом так называемого новогоднего обращения, вот это застолье. Ну на что это было похоже? Застолье такое своеобразное. Знаете, ну вот в роли Тамады ему хорошо. Нежели будет о серьезных вещах говорить с украинцами, о том, что нам в принципе сейчас сама ситуация на мировой арене нам дает шанс, уникальный шанс для нашей страны, чтобы восстановить свой суверенитет. Ну грубо говоря, сказать американцам о своей позиции. Вот это заверение Байдена о том, что ни слова о Украине без Украины, ну это уже смешно, это уже смешно. Скажите, пожалуйста, мне в Женеве они говорили без Украины о Украине, потом второй раз были переговоры, потом вот третий раз были переговоры про Украину без Украины. Так о чем? Мне кажется, что неплохая ситуация действительно была бы для Украины, если бы Украине была вменяемая власть, которая понимала, что это действительно шанс, шанс сказать американцам свое «фе», высказать свою позицию, и это будет понятно. И это поймут, я думаю, европейские партнеры. И шанс вернуть, откатать возможность ведения переговоров с Российской Федерацией напрямую. Ну неужели невменяемым еще непонятно, что мир меняется, и мир будет, ну буквально в течение шести месяцев будет совсем не такой, как есть. Неужели это непонятно? Неужели непонятно, что вот эти переговоры Байдена с Идзиньпинем, это тоже какая-то попытка помочь мертвому припаркой. То есть отношения Соединенных Штатов с Китаем, они же не идут. Плюс. То есть это такая своеобразная затяжка. А вот Демаш Путина, который вот он, я имею в виду последнее его желание поговорить с Байденом и четкие сроки. Ну это вообще, мне кажется, для американцев было неожиданно. Ну и для всех аналитиков, наших тут американофилов, любящих и до сих пор расписывающихся в любви к Соединенным Штатам, тоже было неожиданно. Сейчас все тихонько молчат, доедают свое оливье новогоднее и думают, что будет 10-го числа, 10-го, 12-го и как дальше будет идти ситуация. Но в Украине экспертам, которые еще могут анализировать, уже очевидно, что даже вот в этом последнем разговоре было сказано о минских соглашениях и нормандском формате. То есть все вот эти вопли наших горе-патриотов о том, что Минск умер, Нормандия не работает, мне кажется, пора сворачивать и они будут свернуты. И скорее всего Владимир Александрович и его регент Ермак уже четко понимают, что по Донбассу нужно будет принимать решение в течение полугода. Ну а вот это невозможно в данной конфигурации политической, которая есть в украинском парламенте, в данной конфигурации, которая есть на улицах украинских городов. Это необходимо делать в формате полной политической перезагрузки. Поэтому вот такая сложная довольно ситуация. Но для меня, как для человека, который является патриотом все-таки Украины и хочет Украине независимости, перспективы экономического и политического развития, суверенитета восстановления, я считаю, что ситуация довольно интересная. Опасная, но интересная. Сергей, хочу вернуться к 21-м минутному выступлению новогоднему президента Зеленского. Вы назвали это как бы «тостующий пьет до дна», то, что называется. Я посмотрел, естественно, я 21-м минуту не смотрел, я так нарезками, моментами решил прогуляться. И я понял, что главными его целями, как он сказал, в следующем году, в нынешнем уже 22-м году, будет завершение войны на Донбассе и вакцинация населения. А я либо пролистал, либо не увидел, либо, может, он как-то, либо я не понял, я не понял, как он всего этого будет добиваться. И первого, и второго. Он, может быть, сказал об этом? Он не говорит об этом, потому что, мне кажется, все уже понимают, что Зеленский сам не понимает, как этого добиться. Более того, сценаристы, мне кажется, их подисписались. Потому что говорить за столом тестующему президенту по поводу мира с ветеранами АТО, только с одной стороны, по поводу мира, говорить. Ну, это, как бы, вы же понимаете, довольно такая авантюрная вещь. Какого мира ты хочешь добиться? На каких условиях? Примирение ты хочешь добиться или полной капитуляции или принуждение к миру? Чего ты хочешь добиться? Два с половиной года ты при власти, ты президент, и ты не удосужился предоставить украинскому обществу даже маломальски какого-то плана по миру. Уже все понимают, после недавних, вот, еще новых поползновений в отношении свободы слова, я имею в виду закрытие еще двух телевизионных каналов, но мы же наступаем на те же грабли. Даже немецкие депутаты уже выступают и говорят, что в Европе уже понимают, что те силы, которые выступают в Украине за мир, за мир, за урегулирование дипломатическим путем, я имею в виду и оппозиционные силы, и средства массовой информации, которые дают возможность высказываться экспертом. Вот, допустим, мне дают возможность высказываться о том, что достижение мира дипломатическим путем выполнения Минских соглашений, это безальтернативный путь, другого не дано и другого не будет. Мы о этом говорим уже два с половиной года. И сейчас закрываются опять два канала. Это Укрлайф Нестера Ивановича Шуфрича, ну, это его канал, который он восстановил, и канал Паршин и Залежный. И опять же, продление господину Медведчуку, лидеру оппозиции, продление ему домашнего ареста. То есть вот об этом уже говорят парламентарии немецкие и говорят о том, что все силы, которые за мир, сейчас просто преследуются в этой стране по политическим мотивам. Какого мира хочет добиться Зеленский? Слушайте, Зеленский рассказывает, и вот его пиар-менеджеры, его приближенные аналитики рассказывают о невиданных достижениях нашего президента в части, например, обмена пленными. А я напомню о том, что уже кто только не ездил в Москву со списками людей, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Да, даже Эрдоган, один из крайних вот этих демаршев, этот список, и Байдену этот список возили. Слушайте, люди сидят там и конкретно в Луганске, насколько мне известно, да, говорят о том, что готовы отдать этих людей, готовых часть людей, там, женщин, там, ну, в добровольном формате отдать украинской стороне, но только одному человеку, господину Медведчуку. И что? Что Зеленский по этому поводу сделал? Ничего. Никакого мира эта власть Украине не даст, потому что, повторюсь еще раз, война этой власти выгодна. Война это тот камень краеугольный, который держит эту власть на плаву. Как только появится какая-то перспектива мирного урегулирования в этой стране, я боюсь, что эта власть может пойти на провокации, подобные вот той провокации, которая была недавно во время переговоров господина Байдена, господина Путина, я имею в виду, когда украинский корабль Донбасс шел в направлении Керченского пролива. Ну вот помните, какие ситуации? То есть вот эти вот, более того, нам же известно, что на территории Украины находятся военизированные формирования других стран, так называемых наших партнеров. А представьте, если эти другие страны, так называемые наши партнеры, придет им в голову провести какую-то определенную провокацию на территории разделения, размаживания, да, вот этой, в серой зоне. Если что-то это такого плана подобное произойдет. Или какие-то горячие головы из числа националистов или фашистствующих элементов Украины попытаются кого-то где-то освобождать или кому-то что-то доказывать. Власть не контролирует ситуацию. А Зеленский 21 минуту нам предоставил, я же вам говорю, сериал Асматы, где он в роли Тамады рассказывает о своих голубых грезах, о своих снах, о том, что будет, о том, как произойдет, о том, что он поборет коронавирус. Так я вам напомню, два года назад Зеленский в мае месяце на пресс-конференции после первой волны пандемии сказал, что он вместе с господином, тогда министром охороны здоровья, мастера спорта международного класса по борьбе с коронавирусом, это говорил Зеленский. После этого были еще тысячи, 50 тысяч жертв. Потом Зеленский вот буквально этой осенью дал интервью еще для одного канала ICTV, где сказал, что Украина передавая в Европе по части обеспечения койкоместами и кислородом. А потом был кризис газовый, закрыты два завода украинских по кислороду, которые просто из-за цены на газ не имели возможности рентабельно бизнес свой вести. И мы закупали кислород у поляков. Вот что может наша власть. Сейчас я вот проживаю в Киеве, знаю прекрасно, что не дай бог кто-то заболеет из моих родных и близких, даже мне, человеку, ну, довольно обеспеченному, мне будет сложно обеспечить моих близких медицинской помощью, потому что рассчитывать на нашу систему здравоохранения невозможно, она уничтожена. Она просто уничтожена при этой власти. Поэтому, что бы там Зеленский ни говорил, это его грезы, это его сказки. Я вам больше этого скажу. Они рассказывают о том, что у нас невиданные успехи в экономике, о том, что невиданное количество дорог они построили, о том, что медицина у нас расцветает, вот что они рассказывают. А люди видят реальность. Люди видят реальность, бизнес видит, что, например, цена на электричество вот в Киеве за последние 4 месяца выросла в 3 раза. В 3 раза. Это для бизнеса. От 3 гривен до 9 в некоторых частях. Понимаете? Люди прекрасно знают, что в январе предприятиям, которые занимаются, да, будут, занимаются изготовлением, например, там, продуктов питания и пользуются газом. Им надо будет заключить контракты для того, чтобы покупать газ по 75 гривен. По 75 гривен за тысячу кубометров. Представляете себе? Ну, грубо говоря, это просто кощунство на фоне того, что буквально несколько месяцев назад вице-президент нефтегаза, который ушел в отсталку, сказал, что себестоимость украинского газа чуть ли не гривна. А оппозиция говорит о 3 гривнах, которые возможны. 75 цена такая для украинцев. Понимаете? У нас закрываются предприятия. У нас фактически многие люди просто понимают, что в Украине нелентабельно вести бизнес, и мы четко понимаем, что тут бы зиму пережить. А Зеленский собирает застолье и на этом фоне рассказывает о том, что каждый военный будет иметь свою квартиру. Ну, там же было это сказано. Ну, вот военные просто смеются. Это заигрывание с той частью электората, которая для него кажется максимально опасной. Потому что, ну, не стал Зеленский своим для большой части украинцев. Более того, даже для той части, которая за него голосовала, сейчас он является самой страшной, самой большой ошибкой. В принципе, последствия эти они прочувствуют буквально в феврале. Я уже в этом уверен. Вот только, как говорится, украинцы доедят вот свою заливную рыбу и оливье, как они получат в руки свои платежки. И они поймут, что к чему. Это я вам экспертно заявляю, как человек, который имеет отношение к определенному бизнесу. Как человек, который реально понимает, что, например, в Киеве сейчас для того, чтобы содержать небольшой магазин продуктов питания, там, 50 квадратных метров, в месяц необходимо заплатить 20-25 тысяч гривен только за электричество. Только за электричество. Это просто не видано. Такого никогда не было в этой стране. Хотел задать вопрос по поводу газа. Я все-таки его задам, хотя вы, в принципе, уже обрисовали картину. Дело в том, что меня вдохновил на этот вопрос господин Миллер, глава Газпрома. Он накануне Нового года докладывал президенту Путину о своих героических успехах в 2021 году. И выразил глубокую озабоченность по поводу наполнения газохранилищ не где-нибудь, а на Украине. И вот прямо действительно подтвердил вот эту вот озабоченность его буквально на днях глава компании Укртрансгаз. На сайте этой организации сообщается, я процитирую, накупленный на 1 января запасы голубого топлива в украинских подземных хранилищах газа почти вдвое меньше, чем годом ранее. Это я процитировал то, что там написано. У меня нет желания задавать вопрос о том, насколько был господин Миллер искренен в своих переживаниях за украинский народ. Вопрос в том, насколько его озабоченность разделяют сегодня на Украине как власти, так и граждане страны. Отчасти вы ответили на этот вопрос. Что к этому можно добавить, Сергей? Ну что к этому можно добавить? К этому можно добавить, что даже сама власть уже не знает, каким образом объяснять ту ситуацию, которая сложилась. Для наших зрителей объясню, что по состоянию на сегодня, что в принципе и подтверждает украинский чиновник, снимая с себя таким образом ответственность, он не думает, я уверен, о перспективах страны. Он не бьет на бат, не идет в отставку, не совершает протесты. Он просто направляет письмо для того, чтобы снять с себя ответственность. У нас количество газа в газовых хранилищах ровно такое же, как было весной, когда нам необходимо было проводить закачку газа. То есть, фактически в Украине, по оценкам экспертов, если зима будет не сильно морозная, ну как приблизительно сейчас, там 10-12 градусов мороза, то газа у нас где-то по середину февраля. Ну, где-то так, ну вот приблизительно. Хотя мы все прекрасно понимаем, что они будут пытаться каким-то образом перекрывать, вот рассказывая о том, что это кризис общеевропейский и все остальное. Но об этом не говорят нашим зрителям, а я повторюсь, что украинские, то есть ситуация усложняется еще тем, что несмотря на то, что газа у нас минимальное количество, за всю историю Украины такого количества не было, и даже если рассчитывать, что вот у нас есть газ и у нас есть уголь, то нам газа хватает по февраль, не хватает где-то приблизительно полтора-два миллиарда кубов, то есть их надо где-то купить. Цены на европейские спотовых рынках вы понимаете какие, об этом отдельно. Так вот, но у нас не хватает угля, у нас нет угля, поэтому украинские ТЭЦы используют газ для того, чтобы давать электричество украинским городам. И фактически при использовании газа, который есть сейчас в Украине, использовании его в качестве угля для того, чтобы отапливать ТЭЦы, это приводит к тому, что себестоимость электричества чуть ли не 9-10 гривен в среднем, то есть поэтому отсюда у нас и рост электричества для предприятий, потому что людям, они что не могут такое сдать, люди на улицу повыходят, люди не смогут платить это, в этом у них давит бизнес. На этом фоне у меня не только Миллер интересны заявления, мне еще интересны заявления Путина, которые он буквально тоже недавно перед Новым годом сделал, когда рассказал вообще не журналистами о том, что известно Российской Федерации о схемах, когда немецкие и польские предприниматели по длинным контрактам покупают газ у России и перепродают этот газ Украине, уже по спотовым ценам, где маржа составляют где-то 10 раз. Ну вот так, мы самая богатая страна в Европе, нас обдирают все как могут, при этом, ну вот самая такая интересная схема у нас получается, Украину можно обворовывать как угодно, Украину можно разводить как угодно, главное, главное, чтобы Украине рассказывать о том, что мы ваши стратегические партнеры, мы вас любим, мы вместе с вами против злого и злобного Путина, при этом брать у Путина газ и продавать украинцам в 10 раз дороже, маржу ложить себе на карман, или заводить в свои прекрасные немецкие и польские города, ну вот такая вот ситуация. А что наша власть? А наша власть нулевая в этом понимании, она сама на этом зарабатывает, я уверен, более того, и она рассказывает, продолжает рассказывать сказку рядовым украинцам о том, что мы увеличим выдобыту газа в следующий годах, потом где-то, а когда задаешь экспертам близким к офису президента, непосредственно их экспертам, задаешь вопрос, ребят, а что же такое, почему же у нас так провалена система добычи власть собственного газа, собственного газа, который в принципе в Украине есть, его много, нам у нас сегодня достаточно, они нежно сводят плечами, ну а вот когда приводишь им пример, что вот оказывается, об этом мало кто знает, об этом мало кто говорит, за добычу собственного газа у нас отвечает компания Укргазвыдобывания, Укргаздобыча, у которого в наблюдательном совете и офис наблюдательного совета находится в Лондоне, в нашей дружественной стране, которая в принципе должна была бы Укргаздобыча заниматься увеличением добычи, тоже, знаете, есть люди или страны, которые нельзя критиковать, которые неукоризненные и непосредственно наши партнеры, а есть те, которые считаются нашими врагами, ну вот так, все перевернулось в доме Облонских, с ног на голову, вот, поэтому вот так и живем. Увы. Сергей, еще один вопрос хотел вам задать, все-таки вернуться к началу нашего разговора о марше националистов, националистов, бандеровцы в Киеве, как пишут, потребовали расправиться с москалями и отжать Кубань у России, не остались в стороне, естественно, и евреи, о евреях тоже там шла речь, наше посольство отреагировало, нужно отдать им должное, израильское посольство, я процитирую, Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры, прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине, мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша по закону, принятому в 21 году. Конец цитаты. У меня к вам два, может быть, наивных вопроса. Собираются ли удовлетворить требования израильтян украинские власти и наказуемы ли уголовно сегодня на Украине, или уголовно, или административно, российские призывы, угрозы в адрес то ли москале, то ли жидов, то ли еще кого? Я вам скажу так. В адрес первых упомянутых наших северных соседов это считается тренд, это даже круто. Обязательно об этом надо говорить, об этом можно говорить даже в стенах украинского парламента. Ничего не поменялось со временем Петра Алексеевича, ничего не поменялось. Зеленский точно такую же политику проводит, пытается опираться на вот эти маргинальные силы. Перебрал на себя вот эти бразды, грубо говоря, так называемого лидера антироссии, Украины антироссии. Хотя этот проект не имеет перспектив, мы это прекрасно понимаем. Ведь кем бы не возомнил себя Владимир Александрович, он далеко не Петр Алексеевич. Даже уровень подготовки этого человека просто не соизмерим с уровнем подготовки Петра Порошенко, человека, который в свое время был и министром иностранных дел в стране, Украина. Но он большой путь прошел и в бизнесе, и в политике, как-никак. Зеленский намного слабее в этой части, но все же он пытается, как говорится, примерить на себя такого русофобскую мантию. Все люди, которые вокруг него, тоже пытаются в этом формате работать. У нас же соревнования проходят, кто больше ненавидит Россию. Возьмите, например, Арестовича, который там заявления всякие делает. Данилова, который тоже там заявляет по поводу России много чего. Ну и многих других. Заканчивание министрами, министрами обороны и другими рядовыми чиновниками. Я уже не говорю о простых депутатах, которые ходят на эфиры и рассказывают, как они ненавидят Россию, как они ненавидят Путина, ну и много-много другого. Теперь по поводу еврейского народа. Смотрите, дело в том, что вот эта риторика, которую педалируют, которую постоянно используют маргинальные националистические силы, она для них понятна. У них идут комплексы и москали, и, прошу прощения, не хочу даже называть этих слов. Вот, поэтому для них это понятно. Если, смотрите, если Зеленский попытается их сейчас преследовать, они это используют как плюс для себя, то есть показав, что против них ведутся гонения. Если Зеленский не попробует, не будет это делать, скорее всего, не будет делать, то, знаете, то я думаю, что мировому сообществу тоже должно все стать ясно. Зеленский такой же, как Петр Алексеевич, он все использует в своих политических целях, хотя по справедливости и по закону. Ведь от президента ничего многое никто не требует. От него требуют, чтобы в этой стране соблюдался закон и действовала Конституция. Подобные высказывания изречения, они ограничат с нарушением Уголовного кодекса. Я лично считаю, что полностью нарушают Уголовный кодекс в части распалывания межэтничной, национальной, таиншую и вражнечи на религийной основе и много-много-много чего. Но здесь есть специальная статья 161-го Уголовного кодекса Украины. И там нет срока давности, там серьезнейшие санкции. Но она не применяется. Она не применяется, она мертвая. Она применяется, например, и законы, о которых вы упомянули. Они применяются в одностороннем порядке, например, по отношению к людям, которые символику Советского Союза на себе носят. Возбуждаются уголовные дела против народных депутатов, например, в Илье Киеве. Та же статья за его фотографию в Фейсбуке, в аватарке с красной звездой. Ну вот, а по поводу вот этих вот, извините меня, недолюдей, которые позволяют себе зиговать, ходить по центру города. Я вам больше скажу, фотографии Бандеры, большие бандера с Бандерами появились. Бандеры появились, насколько мне известно, в городе Хмельницкий. Там мэр от националистической силы избран. И в Тернополе. Это уже, знаете, системно. И это уже понятно. Батька наш Бандера пели песню представителей европейской солидарности в украинском парламенте. То есть это такое своеобразное заигрывание. Заигрывание вот с тем, с чем играть нельзя. С тем, за что, в принципе, необходимо делать какие-то выводы исторические с историей. И больше это, чтобы не повторялось. В Украине вот таким вот образом поступают. Для внутреннего пользования это проходит. Это показатель крутости. Показатель того, что мы никогда там не будем под москалями темы же самыми, хотя качаем и зависим от их газа. Хотя у нас 20, 30, 40% по разным подсчетам людей проживают, которые считают себя представителем этой этнической группы. Но у нас народ, прошу прощения, съел принятие закона о коренных народах. Такой завуалированный. У нас точно так же сейчас продвигается тема двойного гражданства, где, например, российское гражданство нельзя получать в качестве двойного. То есть своеобразная сегрегация. Когда президент страны, когда гарант Конституции единожды становится на путь сегрегации своего населения по национальным основам, он становится точно таким же преступником, как те, которых нужно судить по 161 в стране. Поэтому чего вы хотите от человека, который сегрегирует свое общество? Я не побоюсь этого прогноза, но все может закончиться очень плачевно. Ведь, знаете, эти люди, которые зигуют, они что прекрасно знают, какой национальности наш президент. Понимаете? Понимаете, в чем проблема вот этой ситуации? Поэтому Владимиру Александровичу нужно опомниться и нужно чуть-чуть как-то поаккуратнее к этой ситуации подходить и действовать, если не знает как, то действовать исключительно по закону. У него в руках министр внутренних дел, это его человек. Генеральный прокурор, это его человек. Глава службы безопасности, это его человек. Значит, на нем вся полностью ответственность за то, что может случаться в дальнейшем в этой стране. Сергей, огромное спасибо за это интервью. Как всегда, было здорово. Спасибо. Спасибо. Всего самого доброго. Здоровья, успехов. Ну и до новых встреч. С Новым годом. Вам тоже. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова